СМЕРТЬ БЕЛОРУССКОЙ МОЛОДЕЖИ Националистическая коллаборационистская организация, созданная по образцу Гитлер-Югенда, действовала на территории Генерального округа Белоруссия. Численность доходила до 12 600 человек. СБМ создавался по такому же принципу, как и Гитлер-Югенда. Туда набирали молодежь, начиная с 10-летнего возраста. Создавалось несколько отделов. Воспитательный отдел по использованию рабочей силы, по военной подготовке. И фактически ставились задачи для подготовки специалистов как в области управления на оккупированных территориях, так и для участия в военных действиях. Почему? Потому что очень многие впоследствии участники Союза Белорусской Молодежи, они занимали должности при вспомогательных частях СС, СД, как право на должностях, связанных с идеологической работой. Первая фаза подготовительная началась еще в 1941 году, когда Фабиан Акинчиц отобрал молодых офицеров, пленных белорусов по национальности, командиров РКК в первую очередь. И именно их из лагерей, они были освобождены и составили костяк пропагандистов. Первоначальная их задача была подготовка, был такой лагерь пропагандистов, белорусских националистов, где их обрабатывали в соответствующем духе национал-социалистическом устрау. Фабиан Акинчиц Белорусский националист, коллаборационист. Родился 20 января 1886 года в деревне Акинчицы, недалеко от Столбцов. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Один из создателей Белорусский национал-социалистической партии. С 1938 года работал в Германии в Министерстве пропаганды. Во время Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровскими властями. Особенно приглянулся Акинчицу Михаил Ганько. В июле 1941 года под Псковом он оказался в окружении и попал в немецкий плен. Ганько отправили в Островскую пропагандистскую школу. Основная задача, первая была, это знание оккупационных структур на оккупированной территории Беларуси. Это информация о методах борьбы с большевистской идеологией. Также слушатели практиковались в публичных выступлениях и обязательно изучали немецкий и белорусский язык. Это недалеко от Берлина. И набирали туда именно из числа советских военнопленных. Делался акцент именно на интеллигентах. И по всем этим параметрам Ганько подходил. Собственно, его и пригласили на эти курсы. Всего через эти курсы прошло порядка 100 человек. И в большинстве своем эти люди впоследствии направлялись для работы на оккупированной территории. Михаил Ганько родился 28 февраля 1918 года в деревне Каледино. Закончил гимназию. В 1938 году поступил на медицинский факультет Виленского университета. Работал директором Лужковской неполной средней школы в Молодещинском районе. В июне 1941 года призван в рабоче-крестьянскую Красную армию. После окончания школы пропагандиста в Ганько отправили в Минск. В столице он возглавлял отдел по работе с молодежью в рейх-комиссариате «Беларусь». Уже в Минске к этому времени существовала белорусская народная самопомощь, так называемая, где был тоже отдел по работе с молодежью, который возглавляла Надежда Абрамова. Но они существовали нелегально. Еще до официального объявления об открытии Союза белорусской молодежи в 1941 году она являлась идейным вдохновителем создания молодежной организации СБМ среди девушек. Это психиатр. Она была тоже убежденным национал-социалистом. Вот, то есть самые экзальтированные нацисты. И награждалась она и Кубой, и после Кубы, и Ганько. И она была награждена этими медалями для восточных народов и все остальное. Она тоже служила не за страх, а за совесть. Есть попытки ее обелить, показать, что она якобы еврейскую девочку спасла, что она ее чуть ли не усыновила, то есть как-то спасла. Но это все, знаете, на самом деле, если смотреть на то, как она себя вела, что она себе говорила. Надежда Абрамова родилась 30 апреля 1907 года в Минской губернии. Окончила Белорусский медицинский институт. Работала в психиатрической клинике. Во время оккупации сотрудничала с гитлеровцами. Была идейным вдохновителем создания СБМ. После легализации Союза белорусской молодежи возглавляла его женское крыло. В работе с молодежью, если не все, то многое зависело от рейхс-комиссара, коим являлся Вильгельм Кубы на территории округа Беларусь. Но для официального создания Союза белорусской молодежи необходимо было разрешение Розенберга. Альфред Розенберг первоначально к этой идее ставился скептически. Многие представители СС и не только были скептически первоначально настроены, считали, что особенно возрастная группа белорусской молодежи от 17 до 19 лет, вот там один из чиновников Розенберга, там можно прямой цитат, считал, что эта молодежь заражена большевизмом на 90% и не имеет права вообще на существование. Но в 1942 году риторика немецких идеологов изменилась. Начала продвигаться идея создания нацистского интернационала европейской молодежи. Нужно было готовить помощников нового режима. СБМ не является уникальной организацией. Был союз русской молодежи, создан немцами также, особенно когда это потребовали мобилизационные стратегии 43-го года. Был создан союз татарской молодежи, был союз украинской молодежи. В Прибалтике соответствующие организации национального характера молодежные были созданы в период оккупации. То есть это все вкладывалось в систему общего подхода немецких. Среди коллаборационистов на оккупированной территории Беларуси между собой шла борьба. Они делили руководящие должности в Беларуси без большевиков. По их мнению, государство было бы создано по окончании военных действий. Так в эпицентре разногласий оказался Михаил Ганько. В феврале 43-го года он был обвинен в подрывной деятельности. О Кинчице он достаточно так ревностно относился к Ермаченко, который возглавлял белорусскую народную самопомощь. Баранович это был один из учеников О Кинчица. Он написал письмо Ганько, где фактически излагал план действий против Ермаченко. Там фактически доходило до физического его устранения. Документ этот был перехвачен окружной полицией. Письмо попало к Вильгельму Кубе. И он впоследствии объяснялся перед Розенбергом, что Ермаченко занимается своей работой. К нему претензий нет. Впоследствии сам Ермаченко узнал о существовании этого письма. И в апреле 1943 года О Кинчиц был убит в Минске. То есть очень высокая доля вероятности того, что эти события не связаны между собой. Ну поскольку в этот, скажем так, конфликт интересов был втянут и Ганько, то и к нему возможно были определенные подозрения. 22 июня 1943 года был создан Союз белорусской молодежи в годовщину нападения Третьего рейха на Советский Союз. Торжественно в Национальном театре имени Янки Купалы Вильгельм Кубе заявил следующее. Рейхсминистр по делам восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг позволил создать эту новую общественно-политическую организацию, чтобы она способствовала отрыву белорусской молодежи от Востока и приобщению к Арийскому Западу. Он же выступил фактически инициатором создания СБМ. Считал это своим детищем. И в самом уставе СБМ было прописано то, что Союз полностью подчиняется ему. То есть по большому счету Ганько и иные руководители, которые были у него в подчинении, они находились в полной зависимости и не могли принимать самостоятельных решений. Лидером СБМ был Михаил Ганько. Значит, тоже ярый антисемит, абсолютно национал-социалист. Даже белорусские коллаборационисты, которые сотрудничали в то время с Гитлером, считали его самым одиозным. И группу вот этих СБМ-овских активистов, или как ее называли, группа «Якинчица», называли фашистскими холоями и прикорытниками. Ганько вел себя вызывающе и нагло по отношению к другим собратьям по белорусскому националистическому лагерю. Его боялись и, мягко говоря, не любили, потому что он, как лидер вот этой молодежной организации, позволял себе очень много. СБМ-овцы писали доносы на всех, в том числе на президента Белорусской Центральной Рады, который тоже кричал, это самое, «И живи Беларусь, и зик хай». Но вот с точки зрения одного из СБМ-овцев, когда Радослав Островский выступал в Барановичах, ему показалось, что он что-то слишком уж оппозиционно настроен к немцам. Хотя там была минимальная критика в отношении каких-то партизан, но доносы он сразу в Минске настрочил. То есть таких доносов очень много. Представительства или ячейки Союза Белорусской Молодежи действовали не только в Минске. Следует отметить, что эта организация функционировала в различных городах на оккупированной территории Беларуси. Это Минск, в Барановичах, в Слуцке, в Слониме, в Новогрудке. Делились отряды на различные возрастные группы. Это 10-15 лет, 16-18 и 19-20. Как среди юношей, так и среди девушек. Задачи были, прежде всего, направлены на то, чтобы привлечь молодежь к борьбе с теми же подпольщиками, партизанами, чтобы использовать их в качестве рабочей силы, в том числе и на территории Германии. Все эти моменты, они и были прописаны в уставе СБМ. И фактически сразу же, уже осенью 1943 года, в Германию было направлено порядка тысячи белорусских ребят, девушек, для работы в основном на предприятиях военно-промышленного комплекса. В союз белорусской молодежи попадали по-разному. Одни принудительно, другие, что называется, по зубу сердца. Предложения гитлеровцев выглядели больно заманчиво. Возрождение всего белорусского. Ставка делалась на такой национальный, скажем так, акцент, что якобы на национальной основе ставится задача возрождения некого там белорусского государства. Но тут следует понимать, что национальный фактор, он был лишь ширмой для того, чтобы притянуть на свою сторону как можно больше местной молодежи. Конечно же, ни оккупационные власти, ни германское руководство, они не ставили таких задач воссоздание каких-либо государственных образований на уже захваченных территориях. И об этом они сами неоднократно говорили. И тут же Гиммлер, поясняя своим подчиненным, что такое германизация, говорил, что германизация не подразумевает надание тех или иных прав местному населению. Германизация – это переселение немцев, коренных жителей Германии, на захваченные территории. Лексика подбиралась такая, чтобы очень мутно говорилось о достойном месте в новой Европе, но нигде не говорилось о государственности. То есть в этом плане немцы контролировали это даже на уровне лексии. Самостоятельных решений ни гонь конь, ни Абрамова принимать не могли. Они напрямую подчинялись немцам. А пропаганда ценностей нового порядка была широко развита. Путем манипуляции и заманивали молодежь в СБМ. Если молодежь достаточно легко поддается влиянию любому воздействию, то, соответственно, многие из них и соглашались на это сотрудничество. В том числе и уезжали в Германию для того, чтобы там работать в тех или иных сферах. Говорить, что это было массовым, тут я бы не стал. Почему? Потому что по данным самого Гонько, на апрель 1944 года в СБМ насчитывалось порядка 12 600 учащихся. Но он сюда приписывал и тех, кто был депортирован в территорию Белоруссии, вывезен на работы в Германию с числа молодежи. То есть непосредственно на территории Белоруссии и по подсчетам советских историков впоследствии находилось где-то порядка 8 тысяч участников вот этого союза белорусской молодежи. Устав, идеология, символы, основные принципы СБМ были нацистскими. Это выражалось даже в присяге. Это была российская, нацистская, антисемитская организация. Каждый СБМ присягал, что он не еврей, не еврейский мешанец. Ты мурачисто присягаю, что я не жид, ты не жидовский мешанец. Присяга СБМ у нас принципиально отличалась от присяги той, которую приносили, когда вступали в СС, допустим. Фирменным привитанием СБМ было слово с получения «Живее Беларусь» с коротким лаконичным воключем «Живее». Есть строевый устав СБМ, где четко написано, как правило, нам нужно здороваться. Это выброшен «Живее Беларусь» выброшенный в правая рука в зиге, так, чтобы кончики пальцев на уровне глаз, и лаконический ответ «Живее». В уставе расписано, как в марше здороваться. Масса есть фотографий всех этих вещей. Нужно отметить, что изначально организация вела антисемитскую, антипольскую и антимосковскую агитацию. Но в конце 43-го года ситуация изменилась. Очень интересный и запавленный момент – это когда риторику националистическую, враждебную, антипольскую и антироссийскую пришлось убрать в карман. Это конец 43-го года, когда немцы мобилизировали все антикоммунистические силы в Беларуси на базе борьбы с большевистами. И вот в Борисове тогда была такая ставка столицы своеобразной русских националистов, фашистов, русских нациков. Там было руководство Союза русской молодежи. И на хрониках наших, которые сохранились в архиве кинофидового документа, видно, как на 22 июня 44-го года идет такой совместный парад, там демонстрации. И там маршируют сначала СБМовцы под своими белочервоно-белыми стягами, а потом Союз русской молодежи под российскими триколорами, главами орлами. СБМовцы было дано четкая установка, что все, официальную антироссийскую пропаганду останавливаем, значит, с русскими фашистами надо дружить. Особый интерес для немецкого командования представляла старшая возрастная группа СБМ. Их использовали в разведывательно-диверсионной работе. Они принимали участие в создании военизированных формирований. Когда в конце 43-го года была создана БК, Белорусская краевая оборона, то СБМовцы обучались в так называемой офицерской школе БК, часть из них. В 43-44-м годах СБМовцы использовались в качестве так называемых помощников СС. Когда более 2000 активных членов Союза Белорусской молодежи было отправлено в Германию. Этот процесс начался еще до операции Багратион. И, значит, они служили в Люфтваффе, в вспомогательных частях Люфтваффе, в зенитных частях. Ну и вместе с белокрасно-белой повесткой на силе Шеврон-Асс 2-2 молния. Часть членов СБМ стали бойцами батальона «Дальвиц». Это специальное разведывательно-диверсионное подразделение «Абвера». Парашютистов забрасывали в леса на Любокской пуще не только. Бойцы убивали партизан, советских активистов и мирных жителей. Участие в войне на стороне Германии, участие в антипартизанских акциях, участие в, скажем так, в разжигании расовой ненависти. Значить участие в Холокосте. Они напрочь отрицаются. То есть национал-социалистическая идеология, юдофобия, ненависть, верность Гитлеру, тесные контакты с Гитлером и Югентом – это как бы уходит в сторону. Показывать ее как невинной организацией, где танцевали крыжачок, выучали белорусский фольклор и были просто патриотичными годунцами Беларуси, но не выпадает. Но еще одна не очень приятная вещь – это то, что СБМовцы выполняли функции насмотрщиков и, скажем так, в детских лагерях. Немцы 43-го года относительно отбирали детей. Вот лагерь «Скобровка», про который мы говорили не только он. И значительная часть детей была вывезена в Германию с этих лагерей. То есть принудительно отобраны у родителей. Более трех тысяч человек. СБМ был послушной машиной по укреплению и упрощению нового порядка в кавычках на территории Беларуси. Союз белорусской молодежи просуществовал вплоть до изгнания оккупантов с наших территорий. Но для некоторых членов СБМ война была не закончена. Вот эта школа командирская СБМовская, Минская, стала 12-й ротой 30-й гренадерской дивизии во ФНСС, воевала во Франции в том числе и против американцев, и против партизан. Это уже после того, как период оккупации закончился. Ну и целых 200 СБМовцев обороняла Берлин, если что, чтобы было понятно. Летом 44-го Абрамова бежала в Германию и даже какое-то время провела в монастыре. Приняла католичество и занималась изучением религии и атеизма в СССР. Замаливать и вправду было что. Культ здоровья, культ семьи, то есть не кури, не матерись, то есть акцент на спорт, очень продуманно. И в это же вшиты вот эти все национал-социалистические вещи. Антисемитизм, вот эта юдофобия, восхваление Адольфа Гитлера. Всем этим Абрамова занималась по полной программе. Абрамова умерла 18 февраля 1979 года в Мюнхене. Ганько до этого времени не дожил. Даже в 44-м он искренне верил, что победа нацистов возможна. Попытался воссоздать союз белорусской молодежи. Он и в конце 44-го года издавал такие тексты, в которых он заявлял, что самая главная это победа национал-социалистической Германии, что без этой победы ничего невозможно. И призывал до конца сражаться на стороне немцев. Но по большому счету какого-либо интереса никто не проявил к этому. То есть они фактически там оказались никому не нужными. Есть информация о том, что он был офицером, идеологом в батальоне «Дайльвиц». Это подразделение, которое было создано Абвером. И готовили диверсантов, которых впоследствии забрасывали в том числе и в советский тыл, и на оккупированные территории. И погиб он в 1945 году при боях за Прагу в мае 1945 года. Есть же стереотип. Если ты подбил червоно-белым, то ты анел Божий. Ты только дбаешь про белорусскую культуру и танчишь белорусские танцы. И ты вот неозломный такие вот, брать бит за белорусскую, неозломный рыцарь белорусская. На самом деле все чуть-чуть по-другому. В 1993-м была попытка забыть о зверствах и предательстве членам Союза молодежи. Они хотели отметить юбилей создания организации в Национальном театре. Власти не позволили. Вышло аж два полемичных текста. Один антез БМовский, второй. А коли, зразумейте, разобраться, одного со слынных белорусских историков-специалистов по Великой Членой войне, то есть это все 1993-го, значки по выпускали юбилейные, возникла на Белосточине белорусская организация с аналогичным молодежным названием. Вопрос постоянно педалировался о реабилитации активных участников СБМ как ничем невинных жертв сталинских аговоров. СБМ в адрадженской идеологии оппонента власти играет очень большую роль. СБМ позиционируется как первая и последняя, единственная по-настоящему, созданная чуть ли не из недр народа, массовая патриотическая белорусская молодежная организация. СБМ для наших оппонентов – это такой выклик коммунистической системы, тоталитарной и сталинской. Это как раз организация, которая узгодовала тысячи белорусских патриотов с правильной национальной сведомостью. Вот такой лжепатриотизм получается. С кровью на руках чьих-то матерей, братьев, сестер и мужей. Продолжение следует...